Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений, продолжение предыдущего видео. Это все я купила в один заход в магазине, который я вам тоже показывала, видео снимала. Это магазины благотворительные, в которых я покупаю свои украшения. Кто у меня впервые? Я живу в Канаде, украшения покупаю в благотворительных магазинах, показываю с ценами, по которым я купила эти украшения, цены в канадских долларах. И все украшения я на себе примеряю, и повторюсь, для тех, кто у меня впервые, у меня на канале не только украшения, у меня на канале обзоры магазинов, примерки, болталки, все, что мы, девочки, любим, на любой вкус. Так что я надеюсь, что вы встанете со мной, и вам со мной будет весело. Вот первая такая быстрая затравочка того, чего мы сегодня будем смотреть. Некоторые вещи вы видели, опять же, которые я покупала при вас, рассматривала, покупала. И давайте начнем смотреть уже подробно их. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем со слона, со слонов. В прошлом видео были жирафы, сейчас у нас слоны. Брошь, которая стоила 6 долларов. Брошь очень похожа на броши JJ, но это не JJ, это другая компания. Я никогда о ней не слышала. Давайте посмотрим. Я находила что-то подобное в интернете, немножко другое. Я находила там серебряное, с золотом, разных металлов. Ну, опять же, очень хорошо сделано, красивое вот такое вот, красивое изображение. Так, что это за компания? Давайте рассмотрим. Значит, замочек, замочек. Не знаю возраст. Не современная, но не очень старая, наверное. Что же у нас здесь написано? L.Raza. Вот такое вот название. Вот такой вот бренд. Никогда не слышала. L.Raza. Что-то искала, но не особенно нашла. Вернее, я нашла украшения эти, но я не нашла про этот бренд. Особенно ничего. Я вам, конечно, поставлю картинку. Нашла вот такое очень-очень-очень похожее изображение, только в золоте. И вот маленькие слоники такие были блестящие, а большой слон матовый. Стоило оно недешево, где-то 40 с чем-то долларов. Написано, что это винтажное украшение, но не написано даже бренд. И, в принципе, ничего про этот бренд, опять же, я не нашла. Но оно забавное, как все украшения с животными. Это очень интересные и довольно забавные украшения. Следующее украшение – это вот такой цветок. Солнце. Солнце, цветок. Нет, это скорее цветок. Находила его, значит, тоже в ресейле. Не очень задорого, но где-то около 20 долларов. Значит, винтажная брошь написана. Но я не знаю насчет винтажности. Стоила она 5 долларов. Просто красивая золотая брошь. Опять же, повторюсь, что вот такие однотонные украшения, несмотря на кажущуюся такую их скучность, да, они в носке самые удобные, потому что в них есть... Как бы они очень много к чему подходят. Здесь, кстати, есть что-то типа не маркировка, маркировка. Вот такой вот кружочек. И буквочка С внутри. Но, опять же, то, что я находила на ресейле, там не было написано никакой бренд, никакое название. Просто вот такой цветок золотой. Он абсолютно очень много к чему подойдет. Я уверена, что будет очень многократно мною носиться. У меня есть вот несколько брошей таких однотонных. Такого цвета, знаете, что нужно просто подобрать другие украшения такого же цвета, и вы абсолютно... Он такой яркий, броский, бросается в глаза. Сразу виден у вас на одежде. И главное, что он никогда не выходит из моды. Он не выглядит ни старомодным, ни каким-то таким сильно винтажным. Просто вот такой вот цветок однотонного золотого цвета. Очень-очень удобный для носки. И следующее же украшение такого же плана, которое стоит 6... Стоило мне 6 долларов. На нем нету никаких маркировок. Я находила его в... Ну, не его, а вернее, очень похоже на него. Я понимаю, что это копия того, что я находила. Там какое-то очень дорогое украшение. Сейчас точно посмотрю, проверю. То, что я находила, он абсолютно точно такой же. Единственное, что у него черная сердцевина. Или вот другие я находила клипсы. У них белая сердцевина, тоже под жемчуг. Ну, такая, знаете, с рифлением. А этот гладенький. Я понимаю, что это просто копия какого-то дорогого украшения, дорогого бренда. Сейчас проверю точно. Потому что, видите, вот здесь у нас маркировок никаких. К сожалению, нет. Но он очень-очень эффектный. Давайте посмотрим, что я там находила. Каролина Херрера винтажная брошь. Стоит она довольно дорого. Есть такая же с черным кристаллом в центре. Но абсолютно один к одному. И есть такие же серьги. Серьги стоили больше 1000 долларов на ресейле. Вот такие вот похожие на эту. То есть, как бы в комплект броши Каролина Херрера. 80-го года написано, что они 80-го года эти серьги. Значит, и цена у них невероятная. Но видно, что это не то же самое. Во-первых, конечно же, там есть маркировка. А во-вторых, видите, середина, как бы центр серег. Они сделаны с таким жемчужином, с таким рифлением небольшим. У меня, конечно, этого всего нет. Конечно, она не стоит 1000 долларов, но она все равно прекрасный. Очень красивый цветок. Абсолютно повторяет полностью вот эти вот лепестки. Я понимаю, что вдохновлялись ее Каролиной Херрерой. Но получилось совсем неплохо. Тоже с удовольствием буду носить очень эффектная брошь без подобной красоты. И очень подходит вот к этому цветку, который я вам ранее уже показала. Так, следующее украшение – это клипсы. У меня вообще был этот заход богат на всякие клипсы. Некоторые из них я вам уже показала в предыдущем видео. Некоторые я показываю сейчас. Вот эти совершенно очаровательные 4-х долларовые клипсы. Они без маркировок. Не нашла я ничего подобного. Мне кажется, что это что-то очень неплохое. Потому что и качество, и тяжесть, вес. Но маркировок нет. Выглядят они замечательно. Выглядят они, во-первых, в прекрасном состоянии. Во-вторых, они очень красиво сделаны. Такое много деталей. Жемчужинка. В общем, классические клипсы. Вот, давайте смотреть, маркировок нету, 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 нету. Жалко. Но, тем не менее, клипсы беспродукные. Не знаю, мне они почему-то очень нравятся. Тоже своей лаконичностью своей и своей какой-то вот такой, знаете, вот симметрией, законченностью. Не знаю, что-то в них есть такое, что мне очень-очень о них приглянулись. Тоже много с чем смогу их носить. Следующие клипсы, это клипсы Avon. Оценили их совсем дешево, в 3 доллара. Вот здесь есть маркировка. Я их, кстати, тоже находила на ресейле. Продавали их аж за 34 доллара. Странно, почему. Ну, я думаю, что где-то есть, конечно, что-то в комплект. Видите, опять же, вот они сделаны симметрично, то есть зеркально. Это говорит о хорошем качестве, хорошего, дорогого бренда. Очень симпатичные. Маленькие такие, знаете, не яркие, не броские. Но вот на каждый день просто великолепно. Опять же, повторюсь, заценили их довольно дорого. Написано, что это винтаж и ничего такого особого, никаких, что это особая какая-то серия или что-то такое не написано. Может быть, оно да, но я не знаю. Вот посмотрите, может быть, по маркировке можно понять, каких это годов. Потому что маркировочка такая вот интересная. Интересная. Я такой не видала. Ну, вот клипса хорошо сохранилась. Думаю, что тоже где-то в 80-е. Лаконичные, маленькие, небольшие, красивые. Для тех, кто любит небольшие украшения. Вполне, по-моему, совсем неплохо. И следующие тоже клипсы Avon, которые я не помню, если я их находила. Да, мне кажется, что тоже находила я их в продаже. Они продавались дешевле, чем предыдущие, за 21 доллар. Вот совершенно непонятно, почему написано, что это 70-е, но я не уверена. Знаете, как каждый оценивает, как он считает нужным, в надежде найти лоха, который купит задорого, то, что не стоит столько. Знаете, на ресейле надо очень осторожно, очень внимательно покупать, потому что вы никогда не знаете то, что вам пишут и продают. Что-то очень старинное, очень винтажное, очень ценное. Всегда нужно проверять и перепроверять. Но они, безусловно, очень симпатичные. Посмотрите, как красиво они сделаны. Маленький белый кристаллик, маленькая жемчужинка, брашировка некоторых листьев, красивые клипсы. Вот здесь есть маркировка, кстати, такая же, как в предыдущих. Опять же, мне кажется, что, скорее всего, наверное, они из одного сундука. Видите, как тут тех же годов, скорее всего, клипсы. Даже немножко по стилю они похожи на предыдущие. Тоже, кстати, зеркальные. Милые, симпатичные, такие нежные. Очень даже мне они нравятся. Я к ним, безусловно, тоже, наверное, можно найти какой-то комплект. Но я не нашла. А что я нашла, я вообще покажу. Тот же заход в магазине я нашла вот такое колье. Колье маркированное. И мне кажется, что оно очень хорошо подойдет и к одной паре клипс, и к другой. Посмотрите, оно очень красивое. Крючок. Застежка-крючок. Стоило оно 5 долларов всего лишь. Опять же, я думаю, что люди, которые вы оценивали, маркировку не заметили. Потому что кора имеет особенность маркировки ставить так, что потом они очень плохо видны и очень быстро стираются. Вот здесь есть маркировочка кора. С обратной стороны, по-моему, тоже. Нет, только с одной стороны. Вот такой вот колье, я бы сказала, колосок. Почему-то у меня возникло название. На крючке, по-моему, маркировки нет. Нет, тоже есть. Видите, маркировка на крючке тоже есть. То есть они прям сильно не заметили маркировки. Концевик вот такой вот шарик. Это, кстати, у кора часто бывает. Вот так вот оно застегивается. Можно регулировать длину благодаря вот этой удлинительной цепочке. В прекраснейшем состоянии. Думаю, что это тоже где-то 70-е. И, вы знаете, вот и одна пара серёг, и вторая прекрасно к нему подойдут. У них, в принципе, при приближении немножко разного цвета металл. Здесь он такой более чуть-чуть желтоватый. А здесь прямо серебро-серебро. Но мне кажется, что в носке это не очень будет видно. Опять же, здесь это на ухе, это на шее. И как бы это не прямо вот так вот лежит рядом, что прямо так видно. Но по какому-то вот по стилю, по брашированному металлу, мне кажется, что они очень подходят к этим клипсам. Иван, хотя, видите, в компании разные. Я абсолютно уверена, что где-то есть, видимо, клипсы вот такие. Или браслет есть от Кора вот такой. Тяжёлая, красивая, такое, знаете, тяжёлая, качественная, хорошее такое ожерелье. Очень-очень красивое. Хорошо сделано. Ну и маркировка Кора, конечно же. Я удивилась, что я не нашла его, потому что изделий от Кора очень много. Нарисели, всяких разных. Вообще Кора очень был плодовитый бренд. Очень много изделий от Кора и от... Вот у нас в Канаде очень много Кора и Сара Кавантри. В основном вот всё, что я нахожу из винтажных, это Кора и Сара Кавантри. Видимо, где-то их производили у нас в Канаде. Ну, Сара Кавантри точно. А то, что есть прямо Сара Кавантри Канада, это то, что или делали для Канады, или в Канаде производили. И они очень часто встречаются в наших секундах. И вот Кора тоже очень часто встречается. Следующий у нас браслет. Наверное, первый, единственный браслет, который я купила в этот мой заход. Стоил он 5 долларов. Выглядит прямо золото с рубинами и бриллиантами. Но это, конечно же, нет. И эта компания тоже Иван. Он выглядит действительно, как какие-то драгоценные камни, рубины. Это стеклянные, конечно же, кабошоны, рубины и бриллианты. Как будто бы он золотой. Но нет, он не золотой. Что в нем интересно? Что, видите, в нем вот такая вот двойная застежка и дополнительные два звена, которые, с помощью которых можно браслет увеличивать. Мне-то не надо, но, в принципе, мне наоборот бы надо его уменьшить. Вот маркировочка Иван. Тоже, возможно, из того же сундука. Потому что, видимо, видите, вот был какой-то заезд большой, занос, скажем так, украшений от компании Иван. Вот можно вот это вот, вот эти вот звенья убрать. И браслет будет короче. Мне, опять же, повторюсь, это не нужно. Мне вполне нормально вот такая длина, которая есть сейчас. Даже, по-моему, и эта немножко великовато. Нет, это в самый раз. Вот я вам покажу вот так. Для продажи, например, я думаю, что это важно, потому что не у всех такие руки. Есть разные размеры рук и длина браслетов. Поэтому делалось разное. Но я считаю, что это очень классная идея, потому что вы можете его регулировать. Во-первых, если, допустим, вы носите его, у вас тонкие руки, а вы потом хотите кому-то подарить, например, своей дочери, сестре, племяннице, например, у которой рука пошире, побольше. И вот у вас есть такой вариант. В принципе, вот два дополнительных свина, которые мне, в принципе, не нужны. Но если я соберусь его когда-нибудь продавать, то я думаю, что это будет очень-очень классная вещь. Я, кстати, нашла его тоже на ресейле. Сейчас посмотрю, сколько они за него просили. Обычно они не так уж и дорого стоят. Да, 27 долларов. А, нет, не совсем такой. Тот, что такой точно, только в серебре я нашла 131 долларов. Доллар 27, стоил немножко другой браслет. Кубик циркония. Написано, что кристаллы кубик циркония в нем. Очень поверю в это. Они прямо выглядят очень хорошо. Выглядят практически как настоящие камни. Даже вы наденете вот так, видите, вот там большой. На руку наденете, даже никто не поймет, что это и не рубины с бриллиантами. Вот, если вы хотите изображать богатство дорого-богато, то... Шучу-шучу. Просто очень красивый браслет. Давайте дальше посмотрим. Бесподобная брошь, которая стоила всего лишь 7 долларов. Но я понимаю, почему она стоила 7 долларов. Вот это я покупала, кстати, из-за прилавка, если вы помните, из-под стекла. На ней нет никаких маркировок. Я даже не знаю ее возраст. Трудно сказать. Но она такая красивая, блестит, переливается. Я не думаю, что это какой-то Китай. Потому что вот по разным признакам мне почему-то кажется, что она не очень современная и не очень китайская. Давайте рассмотрим. Может быть, мы найдем маркировку. Я так глянула по-быстрому, когда покупала. Маркировки не нашла. Ну, и не нашла тоже в интернете нигде ее. Давайте посмотрим, нет ли здесь чего-то. Вниматель. Вот здесь что-то есть, да? Нет. Нет, ничего нет. Ну, нет и нет. Не важно. Она все равно очень красивая. Я просто в восторге от Яжи Сорока. Как она блестит, переливается. И вы знаете, что все-все-все-все кристаллы на месте. Что очень удивительно для такого количества кристаллов. Если это брошь возрастная, то они обычно довольно так теряются. Но вы знаете, по обратной стороне я понимаю, она так броширована, не грубо сделана, очень хорошо сделана. Но я понимаю, что даже если это не очень старое изделие, то изделие какое-то качественное, хорошее. И вот все кристаллы абсолютно все на месте. Блестит она, конечно, необыкновенно. Я думаю, что это может быть даже кристаллы Сваровски, потому что очень красиво блестят. Хотя, может быть, и нет. Может, просто кристаллы. Вот такие вот красивенные. Так, следующее украшение – великолепнейшие клипсы, необыкновенной красоты. Стоили 13 долларов. Тоже покупала их из-под стекла. То есть под стеклом у нас лежат вещи более какие-то дорогие и ценные. Но на них тоже нету маркировок. Но я понимаю, что это винтаж. И я понимаю, что это винтаж какой-то непростой. Маркировки иногда не ставились, потому что маркировка, например, была на коробочке. Помните, я вам показывала набор, который я нашла, купила прямо с коробкой? Там, в общем-то, бренд стоял на коробке, а не на самом изделии. Так, давайте посмотрим ее с обратной стороны. Поищем маркировочку. Поищем. Поищем и не найдем. Конечно, они великолепные. Тоже сделаны, конечно, зеркальным образом. Две веточки. Бесподобные хрустальные, я думаю. Я думаю, что это хрустальные кристаллы. Огромные, большие, ромбовидные кристаллы. Переливаются, блестят, не хуже бриллиантов. Я думаю, что если есть маркировка либо у лавной коробки, либо на броши. Я уверена, что есть какая-то вот такая вот брошь. Опять же, ничего не нашла по форме, но очень бы хотелось найти к ним брошь. Я думаю, что она будет необыкновенной красоты. Клипсы шикарные. Такие красивые, большие, нарядные. Но вы знаете, что мне надо закрепить камушки, потому что я вот даже... Вы даже слышите, наверное, да? Я когда провожу по ним, они как будто немножко болтаются. Вот, видите, они ходят. Мне кажется, что их надо бы как-то поджать, эти лапки, потому что можно потерять. Удивительно, что ничего не было потеряно до сих пор. Но нам повезло, ничего не потеряно. Ну что ж, давайте посмотрим следующее украшение. Здесь вообще, конечно, у меня загадка. Загадка из загадок. Продавали его за 10 долларов. Вы тоже видели, наверное, как я его рассматривала. Украшение, безусловно, винтажное. Ну, маркировок на нем нет. Но я нашла такое же украшение. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Нет, не такое же. Очень-очень-очень похожее. Которое... Вот у меня вызывает вопросы. Знаете, почему? Потому что вот эти птички, они явно винтажные. То есть я не могу сказать, что это украшение современное, но никак. Тяжелое. Большая, длинная, немножко изогнутая угла. Вот такая вот застежка. То есть 100% это украшение винтажно. Маркировки. Давайте посмотрим. Нет, маркировки нет. Я купила его даже не... Даже больше не для того, чтобы носить, а для коллекции. Я понимаю, что это довольно редкая вещь. Никогда не встречала ничего подобного. Большая, красивая, интересная брошь. Явно очень старая. Значит, сейчас я вам поставлю картинку того, что я нашла в интернете. Нашла я такую же брошь от Марсель Буше. И продавалась она за 500 долларов. Но разница в том, что все абсолютно то же самое, абсолютно. Только вместо вот этих вот пупырышек, в броши, которые я нашла, там стояли кристаллики. Точно такие же крылышки. Точно такие же вот жемчужины, изображающие веточку. Точно такие же листья. Может быть, немножко другого цвета была вот эта вот зеленая краска на листьях. Но так абсолютно один к одному. Абсолютно. Ну, конечно, не один к одному, потому что там вся брошь была усыпана кристаллами. А моя вот с такими вот пупырышками, я бы так их назвала. В общем, ну, эта брошь тоже, безусловно, винтажная, вне всякого сомнения. Я думаю, что тогда, даже и в те времена, значит, ну, не то, что копии делали, а делали, может быть, продавали какой-то патент на форму броши. Но брошь должна была быть сделана немножко по-другому. У какой-то компании, которая не была такая известная и популярная, как, например, Марсель Бушель. Или продавали дизайн, вот что я имею в виду, не форму, а именно вот дизайн своей броши. Но можно было, наверное, сделать такую же, но сделать немножко по-другому. Вот то, что они сделали. Ну, в общем, интересная находка. Хотя, конечно, не Марсель Бушель, и не стоит она 500 долларов. Хотя, я думаю, что она тоже стоит немало, потому что брошь, безусловно, старенькая и довольно редкая. Большая, интересная, необычная. Честно говоря, я примерю ее, конечно, на себя, но я, ну, возможно, и одену при случае. Она немножко такая, ну, не знаю, ну, конечно, надену. Но она очень тяжелая, ее нужно носить на пальто или на что. Кстати, вот на пальто будет очень неплохо, на воротник пальто, потому что она очень большая и тяжелая брошь. Вот, интересная брошь, необычная, странная вот эта вот история с тем, что она очень похожа на дорогую брошь Марсель Бушель. Видимо, Марсель Бушель продавал патент на свои изделия. Видимо, такого же дизайна можно было делать что-то похожее, но не совсем. И вот какие-то компании, видимо, производили вот такие вот похожие изделия. Если вы что-то знаете про это, девочки, напишите мне. Мне будет очень интересно узнать и понять, что, как это все работало и что вообще здесь, что к чему. Следующая такая брошь, 8 долларов за нее отдала. Она тоже без маркировки, но тоже, безусловно, винтажная и очень красивая. Я любительница всяких красивых ярких кристаллов. Давайте рассмотрим уже обратную часть, заднюю часть, раз я уже так ее раскрыла. Иголочка, замочек. Иголочка не очень длинная, но, видите, старенькая все, старенькая-престаренькая. Хорошенькая, миленькая брошечка. Я не нашла ничего такого, не думаю, что это какая-то очень ценная брошь, потому что маркировки нету. Но она старая явно, очень даже старая. И у нее очень красивые, бесподобные, красивенные, стеклянные или даже хрустальные кристаллы. Шикарная вещь. Прямо, знаете, подвески Королева Анны, помните, в Трех Мушкетерах? Ну, там был, по-моему, 12. Помните, там в фильме, в известном, конечно, знаменитом фильме с Боярским, там сделали как будто бы такой бант, и на бант повесили вот такие вот висюлины, бриллиантовые подвески. Вот и у меня подвески Королевы Анны Австрийской. Ну, скажем так, не совсем, но где-то что-то перекликается. Красивая брошь, яркая. Давайте ее вот сюда положим, пусть она украшает наши цветы вот таким вот красивым, синим, океанским, можно сказать, камнем. Ну, и последняя красавица нашего показа. Вот такая необыкновенная красотка. Оценили ее тоже 8 долларов, хотя она маркированная. Но, видимо, или не заметили, или решили, что она не стоит столько, сколько она стоит. Нет, оценивают вообще всегда по-разному. Маркированные, винтажные могут оценить 8, потом я покупала за 12 и за 10, и совершенно непонятно, почему такая разница. Ну, просто так, кому легло как на душу. Значит, вот такая вот у нее маркировка. Есть цифра 1257 или 1257, и непонятно, что здесь написано, девочки. Не знаю, не разобрала я маркировку. Вы мне напишите. Вы меня знаете, скорее всего. Не знаю. И даже по картинке я ничего не нашла. Хотя так странно, она такая красивая, что мне кажется, что где-то что-то должно быть. Кстати, винтажная брошь, потому что, видите, иголка длинная, толстая. Что же это такое? Может, я наоборот смотрю? Хотя вот цифры, судя по цифрам, нужно смотреть вот так. Арт. Вы знаете, посмотрела под лупы. Вернее, на втором телефоне у меня лупа есть, и я посмотрела лупу, и это Эйвен. Так что вот, это Эйвен. Что означает 1257, я не знаю, видимо, какой-то номер патента или что-то такое. По-моему, все-таки это Эйвен. Но Эйвен это не самое... Ну как, в Эйвен бывают очень дорогие броши, очень дорогие украшения. Если честно, мне кажется, что это из дорогих, потому что здесь бесподобно она сделана. Посмотрите, какая бесподобная красота. И вот эти вот сиреневые кристаллы очень похожи на настоящие камушки. Голубые, возможно, тоже. Ну или очень качественное стекло. В общем, короче, брошь необыкновенной красоты. Посмотрите, как она сделана. Какая работа, какая форма интересная. И какие красивые сочетания сиреневых и голубых кристаллов. Вернее, сиреневые кристаллы, а голубые... Трудно назвать кристаллами. Вот такие вот камушки, кабошоны. Не знаю, как их точно назвать. Все на месте, ничего не потеряно. Да? Да. В общем, брошь красавица необыкновенная. Вот эту я точно буду носить. Очень много. Потому что она шикарная. Абсолютно шикарная брошь. По-моему, редкая находка и очень необычная. Эйвон, странно. Ну, для Эйвон бывают очень дорогие броши. Не нашла ее на ресейле нигде. Красотка. Ну что ж, друзья мои. Вот такие у нас сегодня украшения. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Есть очень необычные такие экземпляры. Если вы у меня впервые, то я очень надеюсь, что вы останетесь со мной, подпишетесь. Если вы мои старые друзья, я жду ваших комментариев с большим интересом и с большим любопытством. Всегда читаю. Спасибо вам большое за прекрасные советы и интересные комментарии, которые вы у меня пишете. И я надеюсь на ваши, так сказать, ваши знания и ваш опыт. Вы знаете, многие из вас намного больше, чем я. И вы мне пишете прекрасные, даете замечательные советы. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай. Привет из Канады. Субтитры сделал DimaTorzok